Вы не представляете, как я соскучился по полетам на дроне. Вот он у меня лежит сейчас на столе, отдыхает, потому что на улице температура и погода такая, что летать просто не стоит, потому что холодно, во-вторых, туман, и он каждые пять минут начинает орать, что у него обледенели двигатели. И не спрашивайте меня, это приложение называется DJI Flight Simulator. Это приложение специально для владельцев дронов. Оно сделано, то есть вы можете просто брать вот этот самый пульт от дрона, врубать его как джойстик к компу через USB и дико рубиться на трех картах, где вы сможете изучить возможность полетов разных нескольких дронов. Хотя, в принципе, я на дроне летать научился еще в GTA Vice City, когда была та самая миссия с вертолетиком. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy. Если вы впервые у меня на канале, то вам нужно знать, что я основатель и преподаватель вокала самой большой рок-школы в СНГ, которая называется Hellscream Academy. Мои студенты успешно выступают, записывают альбомы и гастролируют со своими коллективами. Некоторых из них вы знаете и могли видеть их на разных телевизионных проектах, типа «Голос» и «Большая сцена» и даже на радио. Как музыкант я являюсь эндорсером, то есть лицом компании ESP Guitars, Samson, Top Ears и Ernie Ball. А также являюсь основателем и вокалистом метал-группы FIND, которая, в свою очередь, имеет опыт туров и выступлений с такими коллективами, как Northern, Children of Bodom, Pain, Wolfhard, Nightwish, Fear Factory и многими другими. И, конечно же, не стоит забывать о моем опыте работы с платиновыми продюсерами из Финляндии Анси Кипа и Мика Юсила. Кстати, я надеюсь, вы заметили то, что сейчас в комнате абсолютно тихо. Максимум шума, что вы можете слышать, это реакция автофокуса на мое лицо и шум монитора, который стоит прямо за камерой и, может быть, компьютера. Ну, то есть обычный комнатный шум. Нет вот этого такого, про который мне писали, что-то у тебя в студии шумно. Ну, это была вентиляция, которая стояла вот здесь вот наверху, там стоял вентилятор. Он сейчас унесен уже далеко, через кучу глушителей, и у меня поступает свежий воздух. Поэтому здесь теперь тихо, и мне не надо постоянно включать и выключать вентилятор, когда я снимаю вот эти вот дубли на видосах. Сегодня мы с вами поговорим о вокале трех... Тихо, горизонталь поправлю. Потом что-то как-то не горизонтальная камера стоит. Поговорим о вокале трех самых запрашиваемых артистов вами в комментариях под последними несколькими видосами на эту тему. Ну и начнем мы, наверное, с вокала коллектива Ice Peak с их песенкой, которая называется «Смерти больше нет». Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. Ну, как вы понимаете, она здесь просто говорит, и здесь, в принципе, пением это называть не получится. Но стоит обратить внимание на одну важную вещь, я вам просто параллельно буду приводить интересные примеры. Если взять такого плана звук и сделать его не как... Такой вот, да? У него появится больше плотности, он будет звучать как... И сейчас мы немножко дальше с вами фрагмент посмотрим. Очень часто я даю своим ученикам подобного плана звук, для того, чтобы они поняли, откуда и где должно происходить все звукоизлечение, чтобы им было понятно, как нормально поставить звук в позицию. И если вы берете звук вот таким вот образом... Он получается более четкий и такой, знаете, собранный. То есть, если послушать, например, вот этот фрагмент... Из песни группы Rhapsody of Fire... То вы услышите, что там гораздо больше вот этой вот плотности и компрессии на звуке, даже на шепоте. Я не говорю про сведение, я говорю именно про изначальное звукоизлечение. Очень сильно, кстати, напоминает шепот из вот этих вот фонов разных звуков, из «Властелина колец». Здесь же мы слышим то, что звук вот так вот весь вываливается, и очень быстро тратится дыхание. Из-за этого склеенные дубли, то есть человек не может договорить фразу нормально. В этом же фрагменте мы слышим как раз полное отсутствие певческой позиции. Она как-то периодически куда-то попадает, нормальный звук, он появляется такой яркий, яркий, чистенький звук. А потом начинается вот это и очень сильно отдает вот этой фальшивостью, знаете, вроде в ноту попадает, но она как-то не там звучит. То есть если бы это было спето нормально в позиции, то звук был бы абсолютно ровный и не было бы вот этого ощущения, что какое-то вот это нытье такое происходит. А вот в этом фрагменте бэки и основной вокал друг друга не попадают по нотам вообще прям, прям по ушам ножом Я теперь катала ко всему на свете, я отсидела свой срок в интернете Я, если честно, не понимаю вот этот вот стиль вокала, ну это сложно называть пением вот это Что это такое вообще? Это пением не назовешь Я не знаю, почему так много было запросов разобрать вокал, потому что здесь вокалом почти не пахнет Ну вот, и опять же слышно здесь полное отсутствие позиции нормально То есть эта вот фальшивость звука такая вот появляется как раз из-за отсутствия позиции Ну и вот этот фрагмент является просто полнейшим подтверждением того, что я вам сказал только что И если честно, я не очень хочу видеть и слышать это вживую Потому что мне кажется, там будет все еще много хуже Ну а теперь давайте послушаем ЛСП «Тело» Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаюсь, лежать на песке или прийти Не, ну начало было многообещающее, но вот эта последняя нота, которая просто вот так вот плывет Но ты пишешь на студии вокал, ну что, сложно переписать, чтобы она нормально звучала Что это вот, что это вот такое, что это Вот это вот Я не знаю, нет, тут вроде как бы голос у человека есть, но он абсолютно не поставлен Если обратить внимание на начало фразы, то есть «хочу днями глядеть» Вот слог «деть» очень хорошо стоит в позиции, да и сама как бы фраза очень такая, знаете, скомпрессирована хорошо. И дальше опять мы слышим вот это уныние. Последний слог в слове «солнце» просто ужасен. Ну и окончание самой фразы со словом «парад». Вот это его начинает трясти. То есть оно даже тюниное, все там слышно, что плавает просто ужасно вот так вот. Но я просто тело, что тупо болит. Нелепое тело, что тупо болит. Ну вот когда начинает читать, нормально же звучит. Но когда он пытается тянуть ноту, это просто ужасно вообще. То есть как бы голос можно поставить, но почему ты не заморочишься нормально, чтобы звучало это со стороны хотя бы самому, не противно, мне интересно вот так вот петь. Это просто ужас вообще, ребят. Тут мне там написал «Послушай ЛСП, будешь приятно удивлен». Ну а если ты хочешь получать еще больше обучающего контента, обязательно подписывайся на мою страничку на сайте Patreon, куда я выкладываю огромное количество обучающих роликов и ответов на ваши вокальные вопросы. Ссылочка в описании. Давайте послушаем Федука с его треком «Хлопья летят наверх». Ну это услышав на записи, я тут же полез искать разные концерты. Да, там спето все вживую, где-то какие-то кассиди, где-то что-то под фанеру спето. Но в данном случае человек понимает хотя бы, что делает, и делает это вполне себе хорошо. Он очень прикольно направляет звук немножко на мягкое небо, и получается вот этот вот, знаете, такой прикольный призвук. Его довольно часто сейчас в наше время слышно в голосе мужском, такого плана музыки. Но это дает свой определенный шарм и вполне адекватно звучит на записи. То есть, как бы я бы даже не стал придираться к тому, что он не совсем в позиции все это делает, потому что это звучит нормально. Вот фраза «Тебе», «Бе» именно, да, и «Снег». Вот этот как раз звук, он который заваливается, да-да, на мягкое небо, и за счет этого он такой и получается, такой, знаете, какой-то странный такой приторможенный объем. При этом, если вы обратите внимание, он очень хорошо компрессирует звук, и за счет этого получает такое насыщенное плотненькое звучание. Потому что, например, я не слышу там второго дубля. Я пытался сейчас прислушаться, и вроде как его там нет. Может быть, он там и появляется где-то, но все спето вот одним дублем. Нету вот этого, знаете, когда 35 тысяч слоев, короче, сделали. Здесь очень чистенький звук на записи. Хлопья летят наверх, всюду магия и свет. Но, кстати, припев меня приятно удивил. Если вы послушаете внимательно слово «магия», которое там где-то посередине этой фразы происходит, то услышите, как у него появляется такой вот этот штрабасовый форсаж. Объясню, почему это происходит. Когда мы работаем в позиции, когда ребята мои, ученики начинают изучать это дело, происходит такая очень интересная смена мышления вокалисты как такового. Потому что, если вы ставите звук в позицию, да, то есть он стоит прям плотненько такой собранный, и как только вы чуть-чуть начинаете косячить, и он у вас уходит в нос, например, если вы тренируетесь на упражнении «а-о-о-и», если как только чуть-чуть он начинает лезть у вас вот сюда вот, он тут же начинает забиваться штрабасом. Потому что штрабас, вот этот звук сам, да, расположен как раз между звуком «а-о-о-о-о» и звуком «а-о-о-о-о-о». То есть таким образом можно определить, что вы начинаете сползать с позиции, если он начинает у вас очень сильно штрабаситься и поскрипывать. Мне понравились вот эти вот аккуратненькие такие йодли в конце вот этого вокализа. То есть, в принципе, все чистенько спето, буду следить за ним, потому что все-таки интересно, когда есть вот полное дно, когда ты слушаешь и такой просто «а-а-а-а-а-а-а», и когда вот человек в своем стиле на таком уровне работает адекватно нормально. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях имена исполнителей, которых вы хотели бы, чтобы я разобрал в такого рода видео, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok